Еще в сентябре 2017 года на презентации iPhone X компания Apple анонсировала собственный аксессуар для беспроводной зарядки под названием AirPower. Многие из нас действительно ждали этот чудо-аксессуар, на котором будет удобно расположить сразу все три устройства. При этом станция будет компактного размера, будет иметь всего один провод и очень стильно выглядеть. Пока все люди жили в надежде на рынок беспроводных зарядных устройств, зашли многие компании, выпуская порой столь некачественные беспроводные станции, что времени на зарядку устройства нужно было уделять целую ночь. Я и сам столкнулся с этими мучениями, поэтому всех прекрасно понимаю. Оставалось только ждать. Но вот, спустя два с половиной года Apple объявила о закрытии проекта. «Эппл, что ты делаешь? Зачем ты нас бросаешь?» Многие говорили именно так. Посмотрев на все со стороны, я принял решение, что создам свою беспроводную станцию, где смогу заряжать два, а то может быть и три девайса одновременно. И вот, изобретая это невероятное устройство, я был рад тому, что у меня есть колеш, который частично подогнал мне пару запчастей, а другую часть я нашел на Авида. Там ведь полно такого барахла. Я изготавливал чертежи, использовал подручные материалы, ножовку, шкурку и многое другое. Все ради зарядки. И вот мне понадобилось несколько дней на создание этого потрясающего гаджета. И вот, настало. Настало то время. Первое испытание. Ура, все работает. Но про себя я сказал. «Нет, это не то, что я хотел». И я стал продолжать изготавливать следующий аксессуар. Потратил остатки барахла, купил еще клей, пленку и думал, вот-вот уже что-то получится. Попутно появилась мысль подключить эту станцию к акустической системе. Я был уверен, что в этот раз у меня точно все получится, так как я хотел. И вот, опять, первое испытание. Все работает. Но это было никчемное, бессмысленное устройство. Оно было большое, в котором было напихано все. Я вздохнул и сказал. «Неужели у меня не получится? И что я лучше, чем я пал?» И тут я дал себе третью попытку. Всем привет, дорогие друзья! Ну что, как вам начало ролика? Прикольно получилось, не правда ли? И, как вы поняли, уже третьей моей попыткой было не просто сходить на почту, а забрать, собственно, посылочку. Давайте я вам сейчас быстренько открою и покажу, что здесь у нас внутри лежит. Итак, друзья, у нас здесь лежит беспроводная зарядка. Очень хорошая фирма Choatech. И модель называется T535S. Вот такая вот компактная зарядка. Давайте я вам сейчас ее открою и покажу, как она выглядит. О, нам какие-то тут бирки прислали. Какая-то типа 18-месячная гарантия. Инструкция. Сама такая станция, она достаточно тоненькая. Внизу есть охлаждающая, видимо, панель какая-то. Сейчас посмотрим тоже. И кабель USB-C. Так, вот это я уберу в сторонку, чтобы не мешалось. Вот так вот поставим. Кстати, да, если кому-то понадобятся технические характеристики, я здесь сфотографирую, либо на видео запишу и посмотрите. Итак, у нас, как я уже сказал ранее, кабель используется USB-C. Это позволяет нам заряжать устройство быстро. Потому что многие у меня знакомые, там, друзья спрашивали. Вот я купил беспроводную зарядку, что-то она как-то очень медленно заряжается. Но тут помимо того, что все зависит от самой беспроводной станции, которую вы используете. Потому что я видел как-то раз, на сайте связном продавали за 500 рублей, по-моему. И само собой понятно, что там за беспроводная зарядка будет. И больше всего еще зависит от самого блока, который заряжается. Здесь у нас его в комплекте нету. Может быть, у меня версия такая, как бы, ну, может быть, у вас будет. От блока и еще, немаловажно, зависит от самого кабеля. То есть кабель у нас должен быть USB-C, потому что у него пропускная способность гораздо выше, чем у кабеля micro-USB. Поэтому, вот, имейте в виду. Сама станция у нас реально очень тонкая. Вот, давайте, с размером, не знаю, ну, пока что, вот, мне нечего больше прикинуть. Вот у нас AirPods. И по размеру примерно, ну, вот как если, ну, 3-4 AirPods сложить в один ряд. Вот такого она размера. Наверное, где-то с размером iPhone X. Примерно, да. Кстати, производитель, по-моему, так на сайте и пишет, что где-то с размером iPhone X. Самый большой плюс этой беспроводной зарядки, это то, что в ней находятся 5 колец. То есть 5 колец, которые заряжают ваше устройство. Поэтому вы можете положить вот так вот какое-то свое устройство, ну, то есть по горизонтали. Можно по вертикали положить, можно вот здесь вот сбоку положить, посередине. То есть где вам удобно. То есть в любом месте вы можете размещать, и у вас зарядка будет происходить. Еще один большой плюс, это то, что вы можете размещать сразу два устройства для зарядки. То есть, допустим, сюда вы положили наушники AirPods, рядом положили iPhone X, там, либо XS, либо iPhone 8. Начиная от iPhone 8 поддерживают все модели беспроводную зарядку, либо это может быть Samsung с беспроводной зарядкой, ну, либо другие какие-то компании. Очень удобно. Ну, если у кого-то в семье, там, два телефона, которые поддерживают тоже беспроводную зарядку, можно одновременно их тоже разместить. Очень удобно. Здесь на самом деле нет ничего такого необычного. Используется стандарт для беспроводной зарядки Qi. Ну, это, в принципе, всеобщий стандарт, наверное, для всех смартфонов сейчас. У нас очень стильный дизайн. Она компактная, очень тонкая. И при этом, видите, чтобы у вас устройство не перенагревалось, здесь используются вот такие вот, так скажем, отверстия, ну, для того, чтобы как-то происходил процесс охлаждения. На нижней стороне у нас используются вот такие вот провизиненные ножки. То есть, если мы положим на какую-нибудь тумбочку, у нас уже скользить не будет. При том, что реально она как бы держит, застревает. Вот я вот введу рукой. Оно прям хорошо, крепко держит. И на верхней стороне, собственно, у нас тоже есть такое провизиненное покрытие, типа soft-touch, чтобы так же у вас телефон не скользил. То есть, к примеру, вы положили, вот он лежит у вас на тумбочке, как бы он уже скользить не будет. Очень такой мягкий на ощупь материал. Прикольный, прикольный. Ну что, друзья, давайте сейчас подключим тогда нашу беспроводную зарядку и проверим, как она работает. Сразу попробуем зарядить несколько устройств. Итак, друзья, смотрите, у нас есть снизу индикатор. Мы кладем сюда телефон, и у нас индикатор загорается зеленым цветом. Вот так вот, очень удобно. Положили сразу несколько устройств, и у вас может одновременно заряжаться телефон, наушники, AirPods. И там, либо, может быть, два телефона. Давайте вот, допустим, можно попробовать положить телефон вот в таком положении. Давайте вот в таком вот. Кстати, вот смотрите, размер реально как iPhone X. Даже чуть меньше. И при этом тоненькая. Вот видите, у нас получается телефон заряжается и таким образом, и с этой стороны. Вот, все, заряд пошел. То есть, куда бы мы как ни положили, давайте вот еще раз с этой стороны. Вот, видите, зарядка пошла. Давайте ее еще раз уберем. Вот у нас зарядка не идет. Еще раз кладем. Все, зарядка идет. Видите, в любом положении. Ну что, друзья, давайте теперь попробуем разместить два телефона для зарядки. Кладем сначала один. Заряд у нас пошел. И теперь кладем рядом второй. О, отлично. Заряд пошел. Еще один прикол, это то, что не просто компания какая-то китайская. Эта компания действительно дорожит своими, так скажем, аксессуарами, чтобы их никто не поделал. У нас на вот этой стороне, на боковой, видите, с левой стороны нет. Справа есть вот такой вот скретч-код. То есть мы берем этот скретч-код, стираем. И видите, монеткой просто любой стираете. И, так скажем, можете по QR-коду отследить, что это устройство является оригинальным, что его никто там не поделывал, что вы можете посмотреть, сколько даже раз делали проверку и когда. Ну, собственно, вот по этому QR-коду. Ну что, друзья, вот такое вот у нас сегодня получилось видео. Если вам понравилось или просто видео было полезно, и хотите меня просто как-то поддержать, то, пожалуйста, поставьте палец наверх и не забудьте оформить подписочку на канал, кто еще не подписан. На сегодня все. Всем желаю удачи. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok